Что было, то прошло вчера, начнется новый день с утра, а значит будет жизнь легка, прекрасна и добра. Не важно, холод ли жара, начнется новая игра. Глаза открой, проснись и пой, пришла твоя пора. Доброе утро! Посмотрите, какая хорошая погода сегодня. С вами я, Климова Юлия. Давайте начнем нашу утреннюю зарядку. Итак, наше первое упражнение выглядит следующим образом. Вспоминаем, это самые обычные выпады вперед. Руки на поясе, приготовьте правую ногу. Шаг вперед, вернулись в исходное положение. Смена ноги в исходное положение. Держите корпус ровно, спину прямой. Следующее наше упражнение будет также прорабатывать мышцы ног и ягодицы. Плие. Расставьте ноги чуть шире, чем ширина плеч и разведите носки на 45 градусов. Сели низко в центр. На подъеме сделали подъем одной ноги. Сели в центр, подъем другой. Хочу предложить вам еще одно не менее интересное упражнение. Держите корпус прямо. Согнули бедро. Центр, согнули сайт. Напрягите мышцы живота. Держите равновесие. Чтобы обе ваши ноги были красивые, не забудьте поменять ноги. Итак, для следующего упражнения нам необходима точка опоры. Если вы находитесь дома в данный момент, используйте стену или любимого мужчину. Точка опоры. Отведение бедра в сторону. Усилие выдох. Держите поясницу жестко. Не прогибайтесь в спине. Не забудьте поменять ногу. И заканчиваем мы с вами нашу зарядку на сегодня очень простым упражнением. На этом наша зарядка подошла к концу. Сделайте глубокий вдох, наберите полные легкие воздуха и хороший выдох. И не забудьте позавтракать. Какие есть. Я наступила, нет? Она меня укусила. Че ты за дурак? Я думала, я ей лапку наступила, правая. Привет! Проснулись? А у нас сегодня дежурная по кухне, дежурная по рубрике. Прикиньте. Привет! Мы будем готовить летний завтрак. Для тех, кто хочет носить короткие шорты или юбки. В общем, худеющий завтрак для вас. Печеные помидоры. Я готовлю редко, но метко. Помидоры эти буду готовить первый раз, поэтому строго меня не судите. Ну, почему-то я уверена, что это будет вкусно. Так, для этого нам понадобится 4 средних помидора, 4 яйца, соответственно, немного шампиньонов, ветчина, в принципе, любая колбаса, бекон, что угодно и сыр. Так, Настя, тебе 2 помидора. А что мы с ними сделаем? Мы их будем расчленять. Давай, надругайся над ними полностью. У помидоров отрезаем нижнюю часть и вычищаем мякоть. Это нам понадобится все? Нет, это нам не понадобится. Можно съесть, да? Можно съесть, если есть у тебя такое желание. Я люблю помидорные внутренности. Следующим этапом Настя порежет колбасу. На что? На начинку. На кружочки. На начинку. Тебе должно хватить этого. Хорошо. Режь на маленькие кубики. Да, а я тем временем буду резать, ай, шампиньоны. Затем такими же мелкими кубиками нарезаем сыр и смешиваем всю начинку в одной чашке. Заметила, что пока ты резала два несчастных шампиньоны, строгала почти всю колбасу и слегла. Ну, ничего. Ну, ничего так ничего. Зато Даша много знает. Я могу миллион всего рассказать про то, как нужно кушать, когда нужно кушать, как нужно кушать, чтобы набрать вес, скинуть вес. Но я ничего этого не делаю. Я женщина. Все, помидоры можно фаршировать. Чуть-чуть добавляем приправы вниз. Соли, да, с чем-нибудь? Это называется ароматная соль. Ну, в общем, подойдет любая приправа, которая содержит чуть-чуть соли. Затем внутрь помидора достаточно плотно утрамбовываем начинку, оставив сверху небольшое пространство для яйца. У нас основная часть готова. Помидоры ждут, ждут, когда в них зальют яичко. А духовка-то грелась все это время и готовилась. На смазанный маслом противень расставляем помидоры и осторожно разбиваем яйцо над каждым помидором, так, чтобы желток остался сверху на начинке. Дальше блюдо отправляется в духовку. Все, ждем минут 10-15, пока наши помидоры томятся, ждут. Когда же мы их съедим? Да, Настя, мы же их съедим? Мы будем делать молочный коктейль. Никакого сахара, опять же, лето, все худеем. Мята, киви и молоко. Ну и вот, мяту режем, кидаем в блендер. Туда же отправляем замороженные плоды киви и два стакана молока. Дальше блендер сделает все сам. Коктейль можно разлить по бокалам и украсить. Тем временем фаршированные помидоры тоже приготовились. Сейчас мы это сделаем. Ну, что сказать? Молодец, Даша! А вы что смотрите? Вот адрес, вот телефон. Пишите, звоните. Ваши рецепты нам тоже нужны. Приятного аппетита и с добрым утром! Доброе утро, друзья! Сегодня вторник, 3 сентября. И вы смотрите рубрику «Пора узнать». Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Это самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом о днях воинской славы России от 6 июля 2005 года. Связана она с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. Это происходило с 1 по 3 сентября 2004 года. В результате теракта в школе погибли более 300 человек, среди них было 150 детей. Республика Молдова в этот день празднует День национальной армии. Национальная армия представляет собой один из наиболее важных институтов системы национальной безопасности государства. В праздники принимают участие не только те, кто носит военную форму, но и буквально все жители республики. Эта традиция сложилась благодаря уважению к национальной армии среди граждан, как к учреждению, в которое люди верят и которое ценят. А в истории в этот день произошло вот что. Ровно 187 лет назад состоялась коронация императора Николая I. Вообще коронация была назначена на 26 декабря 1825 года. Но группа революционно настроенных в Барян подняла восстание, чтобы помешать новому правленцу. Восстание было подавлено. А в следующем году, 3 сентября, Николай I был венчан на царство. 3 сентября 1984 года британский генетик Алик Джеффрис обнаружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально, как уникальные отпечатки пальцев. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Ученый назвал их генетическими отпечатками. С помощью таких отпечатков можно установить родство или, например, доказать причастность к преступлению. В Благовещенске в этот день, 1898 года, было открытое отделение Русско-Китайского банка. А в 1918 году был отдан приказ военного комитета о призыве в Красную гвардию всех рабочих Благовещенска, способных носить оружие. Таким был этот день в разное время, в разных местах. А я с вами прощаюсь. До новой поры узнать. Доброе утро, друзья! Пора порадоваться началу нового учебного года. Закончилось уже лето. Праздник пришел к учебе и хорошим отметкам. Первый день сентября в этом году был дождливым и пасмурным, но это никак не повлияло на проведение всеми любимого праздника. Ребята с новыми силами в парадной форме отправились на школьные линейки, которые проходили в спортзалах. Правда, в этом учебном году есть новшество. Школьная форма теперь правило, обязательное для всех. В связи с указом о единой форме для учеников, детям придется соблюдать деловой стиль в одежде каждый день. Большинство учеников и их родителей отнеслись к данному нововведению положительно. У нас вообще всегда была школьная форма, и то, что ее ввели, это для нас не новость. Ну, просто хорошо от них нет. Это как-то все равно уравнивает детей. Нету, у меня лучше, у тебя хуже. Да и выглядит они аккуратно. Ни в чем попало, ни в джинсах, ни в топе, где живот видно. Я считаю, что это правильно. На линейке учителя постарались устроить ребятам настоящий праздник. Ученики школ показали свои таланты, исполняли песни, читали стихи. Для кого-то 1 сентября в этом году стало самым запоминающимся и самым первым днем в школе. А для 11-ти классников торжественная линейка была последней. Уже через год нынешние выпускные классы будут сдавать экзамены и прощаться с родной школой. Настроение хорошее. Все равно как-то грустно, что последний год уже учимся. Наверное, будем плакать, не знаю. Но все равно, как бы, у нас все хорошо. Это была рубрика «Пора порадоваться». Удачного вам первого месяца осени. Пока-пока. Издавна на Руси, если ломался принтер, люди не отчаивались и просто клали монитор на ксерокс. Всем привет. Настала пора совершить прогулку по просторам портала Амур.Инфо. Чем запомнился минувший день? Наиболее популярными в ленте новостей стали следующие события. Новость о том, что вместо Виктора Ишаева полпредом в ДФО станет Юрий Трутнев, не дает фармчанам покоя уже несколько суток. «Интересная рокировка, очень интересная», – размышляет бывший студент. «Давно пора было сменить», – соглашается 112 КИС. «Мне, честно говоря, абсолютно все равно, кто станет очередным назначенцем на кормление», – пишет Генрих VI. «Посмотрим, насколько это назначение позволит сдвинуть с места вопрос развития региона. Будем считать, Путин знает, что делает, а время покажет», – заключает Пангога. Между тем, как сообщает известие, президенту России в ближайшее время будет направлено на одобрение кандидатура на пост главы Министерства по развитию Дальнего Востока. Среди претендентов на пост министра и губернатора Мурской области Олег Кожемяка. Фамилия главы ведомства будет названа 3 сентября на совещании председателя правительства с вице-премьерами. «Он обещал не бросать нас, и слово должен сдержать в тяжелый для области период», – напоминает Геральт. «На посту министра он все равно будет простирать свою длань над нами, так что, уйдя на повышение, он нас не бросает», – утешает физик-1. «Думаю, что область не оголят в такой период, тем более, что заменить неким», – уверен СНОП. Яркую вспышку, похожую на взрыв метеорита, видели на днях жители Владивостока. Как рассказал очевидец редкого природного явления, небесное тело было похоже на медленно летящий бесформенный самолет. Предположительно, метеорит, пролетавший над Владивостоком, взорвался на высоте около 15 километров от Земли. Между тем, в Государственном астрономическом институте считают, что это, скорее всего, была одна из ступеней ракеты «Зенит», запущенной с космодрома Байконур. «Жутко подумать, что еще летает над нашими головами. А мы все восточный, восточный», – содрогается Ольга-2005. «Ну, медленные бесформенные самолеты от восточного будут видеть эскимосы Аляски», – успокаивает ее Гекхан Инлер. На территории Хабаровского края продолжится подъем уровня воды. На реке Амур уровень воды достигнет опасных отметок со смещением сроков и сохранится до конца сентября. Как сообщили в департаменте Росгидромета по Дальнему Востоку, пика паводка на Амуре в черте Хабаровска следует ожидать к 5 сентября. Вода поднимется до уровня 8,3 метра. «Вот кому не позавидуешь, если до середины сентября вода будет стоять, когда же дом просушить к зиме», – сочувствует человек под ником «Дождик». «Держитесь, соседи», – пишет ленивый. «Да, Амур, похоже, решил нам показать себя во всей красе, чтоб не забывали, кто здесь хозяин. А то Амур – батюшка, а сами делаем с ним, что хотим», – замечает Just Me. Жительница города Зеи обнаружила на берегу реки вещи, предназначенные для пострадавших жителей Ивановки. Как одежда оказалась на берегу реки – неизвестно. «Давно уже нужно открыто говорить, чтобы приносили только новые вещи. Зачем себя и народ обманывать? Тогда и не будет таких печальных фактов», – пишет Маримьяна. «Даже если вещи не востребованы, могли тихонько их утилизировать, а так, выходит, в душу плюнули тем, кто собирал», – огорчается Алекс Три. «Это не потерпевшие выкинули помощь, они добросовестные люди», – уверена, музыка дождя. «Лучше пусть будет лишнее, чем нехватка вещей», – считает Нерра. Такова общая картина на сайте Амур.Инфо. Помогайте друг другу, несмотря ни на что, и тогда каждый новый день будет в 58 раз лучше прежнего. Любые отзывы, пожелания и замечания пишите по адресу. Воскобойниковсобакалист.ру Помните, интернет – это великая сила. Используйте его с умом. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...